Взрослые мужчины Взрослые мужчины, естественно, они и играются в военные песочницы, друзья. Российские военные провели учения по отражению атаки беспилотников в Крыму. Боевые расчеты зенитного ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С-1» провели, согласно сообщению Министерства обороны, учения по поиску и уничтожению воздушной цели в Крыму. В ходе учения расчеты комплекса «Панцирь-С-1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии. По сценарию тренировки условный противник применил беспилотные летательные аппараты для атаки позиций зенитных ракетных комплексов «С-400 Триумф». В Сирии ВВС Израиля уничтожили полк ПВО, оснащенный российскими «Панцирь-С-1». А в Эфиопии для уничтожения двух машин «ЗРПК» «Панцирь-1» хватило одной молнии. Также сообщалось в СМИ о том, что в Ливии за несколько суток были уничтожены более шести ЗРПК «Панцирь-С-1» российского производства, предоставленных Объединенными Арабскими Эмиратами. Но, друзья, видите, техника, она, конечно, несовершенна. Когда страна распадается, то кто же будет изготавливать совершенные механизмы? Я думаю, что все это точно так же разворовывается и спускается на тормоза. Особенно ничто не изготавливается. На мой взгляд, из того, что я видела в печати, в СМИ, можно найти в интернете, что все это старые комплексы, которые сейчас пытаются выдавать за новое и даже недоработанные. То есть наше Министерство обороны играется сейчас теми комплексами, которые недоработанные, которые старого производства. Просто время от времени вот так устраивают демонстрацию силы. В данном случае это произошло в Крыму. Атака беспилотников на какие-то там цели, которые выработаны были, виртуальные цели. Я думаю, что наверняка все-таки здесь они нашли эти цели и поразили их. То есть что учение прошло хорошо, но зачем оно в Крыму сейчас? Это демонстрация силы, потому что, как мы с вами уже говорили, и я давала свое предсказание на этот год, 2020, послушайте его, где я как раз говорю о том, что начнется война в Крыму. То есть Крым будет втянут в войну. А для России Крым – это прекрасная военная база. База открытой морской путь по всем странам, через Черное море. И точно так же для того, чтобы свои ракеты запускать в ту же самую Сирию, на Кавказ и куда угодно. То есть это место, откуда удобнее всего запускать ракеты. Крым превращается в военную базу. То, что в Крыму сейчас огородили мы с Меганом, огромное пространство, всю бухту Капсель тоже огородили, это строится военный объект. Он строится быстро, агрессивно, огораживая берег, не задумываясь о том, насколько они будут портить заповедник или не будут, приносить урон этому заповеднику. Все строится максимально быстро. И даже так быстро, что иногда бывает даже смешно. Здесь я наблюдала одну фотографию. Выставили ее судакчане, как проводили дорогу к берегу, к морю от основной трассы. Вели-вели прямо дорогу, а потом там стоит электрическая линия, электрический столб. Так и этот столб взяли и обогнули. Причем так довольно резко, потому что для движения машин это очень неудобно. То ли ты едешь по прямой, разгоняешься, то ли ты здесь делаешь очень острый угол, поворот, огибая электрический столб. По правилам, друзья, столб должны были бы перенести. Но это опять-таки деньги, а деньги никто не хочет вкладывать. То есть, если дали возможность строить этот объект крымским строительным бригадам, то крымские строительные бригады будут строить именно так. Они будут объезжать дерево, они будут объезжать столб, но они не смогут перенести этот столб. Потому что это время, это деньги, и это им не хочется. Обычно такое строительство наблюдается в Крыму. Ничего качественного, все сделано на 5 минут. Поэтому и мысли у меня такие, друзья, что на 5 минут это делается почему? Потому что будет война, все-все равно придет в упадок, все-все равно рухнет и разбомбится. Потому что, с другой стороны, тоже кто-то же должен посылать ответные удары. Вы же не думаете, что вы только в одну сторону будете посылать удары. А с другой стороны, вам что, отвечать не будут? Конечно, друзья, будут отвечать вам такими же ударами. Поэтому Крым, посылая такие вот зенитные свои ракеты, он также вправе ожидать обратное движение таких же снарядов, но уже, может быть, более эффективных и более точных. Никогда не нужно думать, и я думаю, что крымчане должны это понимать, что в одни ворота игры никогда не бывает. В обратную сторону обязательно попадет такой же гол. Поэтому сегодня крымчане – это заложники военных действий, которые будут на пути у поставленных целей и задач, которые ставит российское руководство. Ну а то, что крымский народ будет там жить, я думаю, что для российского правительства это не будет большой потери, как говорил наш незабменный Владимир Владимирович Путин, о том, что мы пойдем и впереди себя поставим женщин и детей. Вот я хочу, чтобы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади, пускай они попробуют стрелять в женщин и детей, я посмотрю на тех, кто отдаст такой прекрасной Украине. Это стиль нового руководства, который руководит страной уже более 20 лет. Это стиль руководства, и я полагаю, что люди понимают очень хорошо, с чем им приходится сталкиваться в нашей жизни. Итак, Россия начала военное учение по беспилотникам. Новая технология, вперед и с песней. Но понимаете, что у другой стороны тоже есть технологии, и может быть даже поэффективнее, и вперед из песней, может быть, бумерангов по Крыму. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.